Здравствуйте! Какие меры поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, предлагает сегодня налоговая служба? На какие преференции могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса и как их получить? Об этом говорим в нашей студии заместитель и руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Глеб Пружковский. Глеб Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Какую последнюю меру вы бы выделили в первую очередь, чтобы о ней рассказать как можно на более широкую аудиторию? На самом деле, на текущий момент в нормативно-правовых актах, которые уже меры поддержки реализованы, с точки зрения налоговой службы, их не так много. В основном, это, во-первых, 102-й федеральный закон, который вносит изменения в налоговый кодекс. Соответственно, 102-м федеральным законом подразумевается возможность правительства Российской Федерации и, соответственно, региональным органам власти, то есть правительству Самарской области, выносить постановления, которые могут изменять сроки уплаты налогов, ставки, порядки представления срочек и так далее. Тем же самым федеральным законом, то, о чем уже говорил президент, были внесены изменения в части уплаты взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование. Теперь для всего реестра субъектов малого и среднего предпринимательства выплаты свыше размера одного МРОД облагаются не по ставке 30%, а по ставке 15%. То есть на текущий момент что уже есть? Из этого федерального закона вытекающего выпущено постановление правительства номер 409, которое, соответственно, и на первом этапе закрепляет уже те меры поддержки, которые на текущий момент реализованы и работают. Наверное, о них более подробно расскажу. Несколько блоков. Наверное, начну с приостановления проверок. Соответственно, у нас распоряжениями с соответствующими письмами Федеральной налоговой службы, постановления правительства приостановлено проведение всех проверок, проверок соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники, выездных налоговых проверок, проверок соблюдения валютного законодательства до 31 мая текущего года включительно. Соответственно, все те проверки, которые проводились, они были приостановлены. Важно отметить, что и в постановлении тоже в 409 это отражено, что течение сроков на время вот этого моратория на проверке, оно приостанавливается. Для плательщиков, что важно, то есть если у вас срок, к примеру, представления возражения выпадает вот на это время, да, то, соответственно, сроки, соответственно, переносятся. То же самое касается и сроков проведения проверок. То есть проверки, по сути, заморожены, после окончания моратория сроки возобновятся, соответственно, будут в дальнейшем проводиться. Касательно соблюдения проверок контрольно-кассовой техники, тут мораторий затрагивает более длительный промежуток времени. Кому интересно, 438-е постановление правительства, почитайте. А проверки соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники, они опять-таки будут проводиться в исключительных случаях. Там есть уже, соответственно, есть риск причине вреда здоровью и так далее. То есть, по большому счету, правительство проведение всех контрольных мероприятий на данном этапе полностью приостановило. Но еще меры взыскания также приостановлены. Что вообще это за меры взыскания? Это следующий блок. Соответственно, я, наверное, скажу, промежуточный такой блок – это продление сроков представления отчетности. Соответственно, тоже очень много вопросов возникало, так как у нас на текущий момент до конца апреля нерабочие дни. На эти дни выпадало очень много сроков представления отчетности. Соответственно, тем же 409-м постановлением сроки представления отчетности были перенесены. Из самого массового, больше всего плательщиков то, что сдают от расчета по страховым и декларации по налогу на добавленную стоимость, срок представления перенесен на 15 мая текущего года. Соответственно, это уже все реализовано, это есть. Программно все это перенесено, соответственно, никаких штрафов за нарушение сроков представления, ни документов по требованиям, ни соответственно отчетности в этот временной период не будет. Кроме того, там постановлением достаточно много сроков перенесено представление отчетности на 4 на 6 месяцев. Опять-таки, значимо для всех физических лиц. Срок представления декларации по форме 3НДФЛ у нас был до 30 апреля, соответственно, он перенесен на 3 месяца до 30 июня. То есть не надо переживать, что инспекции сейчас у нас, к сожалению, людей не принимают, но тем не менее у нас инспекции работают, там стоят боксы. То есть специальные для корреспонденции, то есть если есть необходимость прийти что-то сдать, вы можете прийти, оставить в боксе, быть уверенным, чтобы никто это не потеряет. Ну и, конечно, у нас работают все средства электронного взаимодействия с налоговой инспекцией, личные кабинеты, передача под телекупационным каналом связи. То есть, в принципе, у нас инспекция работает в штатном режиме, то есть если какие-то есть вопросы, единственное ограничение – это дистанция, соответственно, звоните, направляйте обращение по электронным адресам, на все это будет в соответствующей сроке данный ответ. То есть в этой части проблем никаких не будет. И как раз переходим, наверное, к самому важному, то, что всех очень интересует. Это те меры поддержки, которые связаны непосредственно с уплатой налогов, с приостановкой их мер взыскания, с переносами сроков уплаты. Что важно отметить? То, что до 1 мая текущего года у нас в отношении всех категорий налогоплательщиков приостановлено принятие мер взыскания. То есть мы сейчас не говорим ни про реестры, ни про реестр МСП, ни про отдельные пострадавшие отрасли. До 1 мая мера взыскания приостановлена, принятие абсолютно по всем. Единственное, важно понимать, что если до 25 марта в отношении вас уже применены меры, то их никто не отзывает. Все, что после вот этой вот отчетной даты, мы меры никакие не принимаем на программном уровне до 1 мая, соответственно, чтобы лишний раз не создавать напряженность, чтобы не блокировать чета и так далее. То есть в этой части плательщика можно не переживать, до 1 мая никаких мер приниматься не будет. Следующее, что хотелось бы сказать, это, опять-таки, 409-е постановление. Там есть три понятия. Их все очень часто путают. Все это называют одним словом отсрочка. Это не совсем так. Там есть три понятия. Это перенос сроков уплаты налогов. Есть понятие представления отсрочки. И есть третье понятие представления рассрочки. Начнем с переноса сроков уплаты. В 409-м постановлении перенос сроков уплаты налогов, он предусмотрен для предприятий из наиболи пострадавших отраслей. А вот этот перечень пострадавших отраслей, где вот его? Перечень пострадавших отраслей утверждается правительством Российской Федерации. На текущий момент есть два постановления правительства. Это 404-е постановление правительства. И буквально совсем недавно еще одно выпущено постановление. К сожалению, его номер не помню. Там добавилось два АКВЭДа. Это АКВЭД, соответственно, связанный со стоматологическими услугами. И АКВЭД, связанный с кинематографией. Соответственно, в 403-4-м постановлении я могу перечислить. Это 49-я АКВЭД. Деятельность прочего сухопотного пассажирского транспорта 49,4. Деятельность автомобильного и грузового транспорта. Деятельность пассажирского и воздушного транспорта 51,1. Деятельность грузового и воздушного транспорта 51,21. Деятельность автовокзалов и автостанций 52,21,21. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52,23,1. Культура организации дохода, досуга. Это АКВЭД 90-й, физкультурно-оздоровительная деятельность и деятельность в области спорта 93-й, АКВЭД 96-04, 89-90.4. АКВЭДы, связанные с туристической деятельностью, это 79-я АКВЭД, деятельность туристических организаций, 55-я АКВЭД, деятельность по представлению мест для временного проживания, это гостиница. АКВЭДы, связанные с общественным питанием, 56-я АКВЭД, соответственно, деятельность по представлению продуктов питания и напитков. Следующая группа АКВЭДов, это АКВЭДы в области образования, соответственно, образование дополнительных детей и взрослых 85-41 и представление услуг по дневному уходу за детьми 88-91. Деятельность конференции и выставок 82-3, деятельность по представлению бытовых услуг населению, это ремонт компьютеров, предметов личного потребления, хозяйственного бытового назначения, 95, стирка, химчистка, чистка текстильных и меховых изделий, 96, представление услуг парикмахерских салонов красоты и, соответственно, два АКВЭДы, которые связаны с... Я уже их озвучил, это кинематография и стоматология. Соответственно, если правительство примет решение, еще какие-то АКВЭДы добавить, то, соответственно, отдельное постановление выходит, этот список расширяется. Возвращаясь к переносу сроков уплаты, соответственно, относятся к озвученным АКВЭДам. Кроме того, предприятие должно быть отнесено к реестру субъектов малого и среднего предпринимательства. Переносится практически все налоги, исключение составляет налог на добавленную стоимость. В отношении переноса сроков уплаты. Это делается автоматически, никакое заявление налогоплательщику писать не нужно, приходить обращаться не нужно, то есть все те организации, которые относятся к этой группе АКВЭДов, входят в реестр МСП, в части переноса срока уплаты могут не волноваться, это все будет произведено автоматически. Кроме того, для микропредприятий из озвученных категорий, то есть АКВЭД, реестр МСП, микропредприятий численность до 50 человек, предусмотрен перенос срока уплаты страховых взносов. Соответственно, за первый квартал и за год автоматически тоже, без направления соответствующего заявления, срок переносится на 6 месяцев. Если у нас предприятие относится к группе пострадавших отраслей АКВЭДов, при этом его нет в реестре МСП, у предприятия есть возможность получить отсрочку. То есть автоматом сроки не переносится, но предприятию дана возможность написать заявление о представлении от срочки, соответственно, обязательство о том, что он срочку будет исполнять, соответственно, инспекция районная принимает решение, соответственно, сроки уплаты фума переносятся, причем представление от срочки, оно затрагивает в том числе и НДС, исключение составляет только НДФИ, акцизы и НДФЛ, удержанные налоговыми агентами. В отношении всего остального предприятие из пострадавших отраслей имеет возможность обратиться в районную налоговую инспекцию, по большому счету представить документ, это заявление, и второй документ, это обязательство о соблюдении условий от срочки, соответственно, инспекция в кратчайшие сроки это заявление рассматривает и плательщику от срочку по уплату налогов представляет. И дела о банкротстве, они тоже как-то будут останавливаться, да? В части дел о банкротстве, опять-таки, на текущий момент до 31 числа приостановлена вообще какая-либо подача заявлений. По категории, по, опять-таки, пострадавшим отраслям, у нас отложение всех подачи заявлений на три месяца, по всем остальным мы тоже пока заявления не подаем, но нормативной базы на уровне правительства в этой части пока нет. Есть нормативная база в части указаний территориальным налоговым органам и управлению Федеральной налогослужбой Самарской области со стороны центрального аппарата. Немножко, наверное, тоже очень много вопросов возникает по отсрочке. Что важно понимать тем организациям, которые хотят обратиться, чтобы им отсрочку представили? Отсрочка представляется только по тем срокам платы налогов, которые уже наступили. То есть не надо сейчас обращаться и просить отсрочку по уплате налога на прибыль за 9 месяцев текущего года. Потому что в представлении отсрочки важны текущие показатели деятельности организации. Потому что, помимо всего прочего, там заложен такой критерий, как снижение выручки. Если у организации есть снижение выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на 10%, соответственно, данная организация уже имеет право претендовать на отсрочку. Там есть побочные критерии, это наличие убытков. Но основной критерий это снижение выручки. Если вы относитесь к пострадавшим отраслям, у вас есть снижение выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем на 10%, вы можете обратиться, соответственно, на заявление о представлении отсрочки. И мы ее в обязательном порядке дадим. Что еще важно понимать? Отсрочка представляется на 3, на 6 месяцев, соответственно, на 9 и на год. Если вы хотите срок представления отсрочки более 6 месяцев, то, соответственно, необходимо к упомянутым документам, к заявлению и к обязательству прилагать либо поручительство, либо залог имущества, либо банковскую гарантию. До 6 месяцев отсрочка представляется без представления соответствующих документов. Но еще раз, у нас много очень обращений тех организаций, которые не входят в пострадавшие отрасли. К сожалению, на текущий момент мы пока по ним отсрочку представить не можем. Для организаций, которые не относятся к категории пострадавших отраслей, у нас есть отдельная статья кодекса по представлению отсрочек. Там, соответственно, условия совершенно другие, там совершенно другой пакет документов, поэтому будьте внимательны. Первое, что вы, если вы хотите получить отсрочку, в чем вы должны удостовериться, то, что вы есть в перечне отраслей пострадавших, утвержденным постановлением правительства. Что касается физических лиц, налогоплательщиков, то есть некоторые опасения, что налоговые вычеты могут как-то или быть приостановлены, или что-то такое вот по имущественному приобретению. Если физические лица подали заявление о получении имущественного налогового вычета... Вот до того, как все началось. Да, сроки проведения камеральных проверок, они не приостанавливаются. То есть в части именно возвратов беспокоиться не надо, ни переноса срока возвратов, ни переноса срока проведения этих камеральных проверок не предусмотрено. Соответственно, три месяца срок проведения крайней камеральной проверки, плюс там две недели на возврат, переживать не надо, все денежные средства вам однозначно будут возвращены. И мы за этими сроками на текущий момент очень тщательно следим, чтобы не было просрочек, потому что один из основных показателей нашей текущей работы. Есть еще вопрос от телезрителей. До 30 апреля я должна отчитаться о доходе, который я получил в прошлом году с продажи имущества. Переносится ли срок подачи декларации? Я уже сказал, да, это декларации по форме 3НДФЛ с 30 апреля, они переносятся на 30 июня, на 3 месяца. Не успел подать после Нового года декларацию для возврата налога за обучение. До каких пор можно это сделать? И как теперь в нынешних условиях? Там пресекательного периода нет, опять-таки, способа представления декларации. Либо на бумаге через специальные боксы, которые во всех инспекциях установлены, либо в электронном виде. Соответственно, это личный кабинет налогоплательщика физического лица. Возникает вопрос, как на текущий момент подключиться. Подключиться можно к кабинету с использованием пароля от портала Госуслуг. Соответственно, пароль от портала Госуслуг, если вы являетесь пользователем банковских приложений, то можно получить, соответственно, не выходя из дома, с помощью клиентского приложения банков. Поэтому чисто теоретически можно, находясь на самоизоляции, получить пароль и спокойно представить декларацию. Были такие ситуации, когда нужно было идти в налоговую инспекцию, то есть ты забыл пароль и нужно было лично приходить. Вот сейчас как это решится? Ну, к сожалению, нет, потому что, опять-таки, сохраняется налоговая тайна. Это 102-я статья налогового кодекса. Пока у нас, опять-таки, такой режим работы, к сожалению, в этой части будет сложно чем-то человеку помочь, если он посерял пароль. Но я возможность подключения и восстановления параллель, уже сказал, если есть приложение банков, то дистанционно можно подключиться через портал Госуслуг. Около 50, по-моему, электронных сервисов есть на сайте налоговой службы. Какие бы вы сегодня новые порекомендовали? Вот что можно сделать, не выходя даже из дома? Какие проблемы физическим лицам, либо даже предпринимателям? На самом деле, для удобства создан как раз-таки сервис по мерам поддержки, который позволяет предприятию с помощью ННН и АКВЭД понять о тех мерах поддержки, на которые он может рассчитывать. То есть, по большому счету, все то, что я сказал, можно нажатием кнопки, тебе программка автоматически выдаст то, на что ты можешь рассчитывать, и то, что тебе уже на текущий момент предоставлено. То есть, там есть отдельный разделчик на сайте налог.ру, именно посвященный уже вступившим в силу мерам поддержки. Кроме того, там на постоянной основе, если выходят какие-то законодательные акты касательно изменения налогообложения, они там оперативно, практически в то же время, как они появляются на различных сайтах правительства, они публикуются на сайте с комментариями. Поэтому, если есть какие-то вопросы в части налогообложения, там есть часто задаваемые вопросы и ответы. Абсолютно все это опубликовано на сайте налог.ру, заходите, смотрите. Кроме того, для предприятий, если у вас возникают какие-либо вопросы, связанные с ведением финансо-хозяйственной деятельности, если вы остро на себе чувствуете влияние коронавирусной инфекции, ухудшение экономических показателей, у нас во всех районных инспекциях и в управлении Федеральной налоговой службы создан институционный центр, куда вы, соответственно, можете обратиться, зафиксировать свою, ну, направить обращение на электронный ящик. Адреса ящиков указаны, соответственно, тоже на сайте. Направляете обращение на этот ящик институционного центра, мы это обращение обрабатываем, доводим вот до Центрального аппарата Федеральной налоговой службы. Зачем это нужно? Москва собирает эту информацию по всей России, ее систематизирует, и, соответственно, Центральный аппарат наш, он ее доводит до правительства. Эта информация как раз-таки нужна для, в том числе, расширения перечня наиболее пострадавших трослей. Поэтому, если у вас возникают серьезные сложности, пожалуйста, обращайтесь. Мы очень ценим вот эту вот информацию, она очень на текущий момент. С точки зрения поддержки именно бизнеса важна и нужна, поэтому не стесняйтесь обращаться, мы на все обращения стараемся реагировать, оперативно отвечать, и, кроме того, эти обращения еще раз важны с той точки зрения, что они могут повлиять на расширение перечня наиболее пострадавших трослей. А отрасли и предприятия, малый и средний бизнес в сельской местности, есть ли для них какой-то специфик, и, может быть, что-то... Нет, не разделяли, там, в принципе, для всех отраслей, вне зависимости от территорий, меры поддержки на текущий момент реализованы одни и те же. Единственное, я могу сказать, что на текущий момент у нас готовится постановление регионального правительства, где тоже будут обозначены определенные меры поддержки. могут быть затронуты, во-первых, отрасли дополнительно к тем, которые уже отражены в постановлении правительства, соответственно, могут быть изменены ставки, могут быть различные субсидии, переносы и так далее. На текущий момент, я знаю, что это постановление, оно уже в стадию согласования проходит, как только оно будет выпущено, соответственно, мы тоже комментарии по нему будем какие-то давать. А вообще, как следить за этими новостями, изменений, и вот какой механизм принимать, вот выступает у нас президент, что идет дальше, какие-то сроки обозначить? После выступления президента, на самом деле, у нас весь аппарат правительства, я так понимаю, начинает заниматься подготовкой нормативной базы. Соответственно, тоже, чтобы люди понимали, под все, что сказал президент, нужны законодательные акты, постановления правительства и так далее. У нас они работают, мне кажется, в формате 24 на 7, потому что, ну, очень сложно, чтобы все понимали оперативно выпустить эти нормативные документы. Тем не менее, они достаточно быстро у нас выходят и появляются, поэтому немножко времени пройдет, я думаю, что еще какие-то изменения будут, потому что мы тоже, что-то меняется, что-то новое появляется практически каждый день, поэтому еще раз скажу, мой совет с сайта налог.ру, там все, что оперативно, изменения, какие вносятся, появляются, появляются письма Федеральной налоговой службы, они появляются сразу на сайте налог.ру. В одной из последних программ мы говорили о самозанятых, о том, что можно, есть возможность приобрести этот статус, скажите, для них ничего не меняется? И можно ли же в это время что-то делать, какие-то... Да нет, для самозанятых в части статуса налогообложения ничего не меняется. Я, насколько знаю, опять-таки областное правительство для тех граждан, которые у нас зарегистрировались в качестве самозанятых, к сожалению, которые на текущий момент не имеют возможности работать, они также готовят свои меры поддержки, в частности, возможность получения, там, в случае, если вы заплатили налог с момента регистрации, возможность получения части денег. Ну, это, говорю, это на текущий момент еще не подписано, не принято, но, насколько я знаю, что такие законодательные инициативы, они есть. Как на сегодняшний день организована работа в районных инспекциях? Есть ли смысл вообще туда выдвигаться, что-то делать, и в каких случаях это нужно делать? Нет, ну, смысл... Прийти туда можно, они, я еще раз повторюсь, они работают. Единственное говорю, что лично вас там, к сожалению, не примут, но для входящей корреспонденции установлены ящики специальные. То есть вы приходите, кладите, уходите, соответственно, если нет возможности отправить в электронном виде какой-либо документ, наверное, это имеет место быть. Во всех остальных случаях, ну, конечно, лучше всем советуем оставайтесь дома, постарайтесь все-таки на текущий момент, ситуация непростая, постарайтесь лишний раз никуда особо не ходить. Мы, соответственно, мы делаем со своей стороны все, чтобы вам ходить не нужно было. По максимуму все возможные услуги, которые может оказать Федеральная налоговая служба, они реализованы в электронном виде. А для физических лиц налогоплательщиков вообще что-то меняется? Вот какой-то анализ можно провести или нет? Ну, у нас, по большому счету, для физических лиц особо ничего не меняется, потому что они у нас в категории пострадавших отраслей не относятся, но государство делает, в первую очередь, и все меры направлены на то, чтобы сохранить рабочие места. Вчера слушали, наверное, выступление президента, да, о тех денежных средствах, которые будут получать организации из реестра субъектов МСП. Это денежные средства, но в первую очередь, все понимают направленные, чтобы сохранить рабочие места, чтобы люди у нас получали зарплату, находясь на самоизоляции, чтобы сохранить, скажем так, соответствующий уровень доходов населения. — И сроки выплаты, оплаты налогов, они тоже никуда не переносятся? — Нет, по физическим лицам все так же, как и было. Ну, у нас срок оплаты налогов за прошлый год еще не скоро, до 1 декабря. Соответственно, про срок представления трендов ЛСКЛ 30 июля. Единственное, у нас срок уплаты по этой декларации у нас 15 июня. Соответственно, по большому счету вы должны сначала заплатить, потом декларацию вы можете представить. Но с учетом того, что вам сначала нужно заполнить, рассчитать сумму, поэтому, по идее, до 15 июня времени достаточно для представления декларации. Я думаю, к тому времени, надеясь, что мы уже будем работать в штатном режиме, соответственно, сможете прийти и лично проконсультироваться. — Ну что ж, спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова